Каждую неделю в администрации города собираются руководители коммунальных служб, главные специалисты территориальных отделов по работе с населением, представители силовых структур для того, чтобы решить проблемы горожан и обеспечить им спокойную жизнь. И вот о тех, кто жить спокойно у нас не хочет, и шла речь на очередной планерке. Заместитель начальника отдела МВД России по городу Новошахтинску Виктор Залеский, обращаясь к участникам совещания и жителям города, привел примеры участившихся в последнее время случаев мошенничества в отношении пожилых людей. Лица пока предположительно цыганской национальности мошенническим способом денежные средства у этих людей извлекают. Все эти преступления происходят под видом замены Сбербанком России денежных купюр. То идет продажа меда, то идет продажа еще каких-нибудь вещей, газовое оборудование пытается установить людям. Уж сколько раз твердили миру, так и хочется напомнить слова классика нашим доверчивым горожанам. Уважаемые новошахтинцы, никакой денежной реформы в России не проводится и в ближайшее время не предвидится. Лица цыганской национальности не работают в Управлении социальной защиты населения. Мед и продукты из него приобретайте только на специализированных ярмарках или у хорошо знакомых вам пасечников. Газовое оборудование продается только в специализированных магазинах, а газ проводят специалисты газовой службы, а не кто иной. Примеров различных мифов и легенд, озвученных мошенниками, может быть масса. Будьте бдительны и осторожны. Соблюдение простых правил безопасности сохранит ваше имущество и жизнь. Не открывайте незнакомым людям двери, спрашивайте удостоверение личности. Не поленитесь позвонить в газовую службу, водоканал, энергетикам, в Управлении соцзащиты, если к вам пришли люди из таковых организаций, и уточните, проводят ли они рейды или проверки в данный момент. Контактные телефоны указаны в квитанциях. Также имелись такие факты, что под видом работников СОБЕСа приходят, записывают данные человека, и опять же все это обращается к денежным средствам. Спрашивают, какая пенсия, показывают мнимые списки, что якобы на поселке города уже со всеми стариками переговорили. Люди на это, к сожалению, еще ведутся. Далее заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и транспорта Михаил Соланицын выслушал главных специалистов по работе с населением. На этот раз много вопросов накопилось к энергетикам. Горожане имеют право знать, на каком основании новошахтинцам отключают уличное освещение. Михаил Владимирович пояснил, что город стал своеобразным инструментом шантажа в решении возникших разногласий между поставляющей ресурсы и обслуживающей организациями. Заместитель мэра был возмущен отсутствием представителя Донэнерго на планерном совещании. Проблема есть, и ее нужно решать. Когда нужно вот здесь проявлять эмоциональность или выслушать, что со стороны людей, со стороны терротделов, что за безобразие делать, он сюда не приходит. Пусть отчитывается перед людьми. Завершая планерное совещание, Михаил Соланицын дал ряд поручений сотрудникам водной компании Донрека. Вся улица Севастопольская вся в ужасном состоянии. Поры в районе электрическая. Значит, тоже нужно сейчас обратить внимание, вопрос серьезный. Рассмотрев все вопросы повестки дня, участники совещания приступили к выполнению поставленных заместителем мэра задач. Михаил Соланицын назвал сроки исполнителей данных поручений, исполнение или неисполнение которых станет главной темой для обсуждения на очередном планерном совещании. Редактор субтитров А.Семкин